Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Иисусу Христу, нашей Пасхе, нашей Пасхе закланной за нас, Иисус Христос, Он Спаситель, Он Господь, и Он действительно наша Пасха, новозаветная Пасха, Аллилуйя. Здесь у меня были песнопения, а Любовь Кушнир тоже, да, Любовь Давидовна, надеюсь, вы тоже подключились уже, или к Фейсбук, или же на Ютубе, вот, одна из наших священников, потому что обычно священники мужчины, вот, как бы в православии, но у нас есть и женщины, есть служители, священники, иерей, Любовь, Кушнир, Любовь Давидовна наша. Так, сейчас найдем, а вот есть поиск, есть, ага, воскресенье, вот так вот, о. Аллилуйя, 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 Упрощенное воскресенье, это не то, Христос воскрес, о, ес, о, ес, Христос воистину воскрес, воскресенье и жизнь, а, вот, ну-ка, интересно, Воскресенье Христово увидевшее. Аллилуйя, Аллилуйя. Кто подключается, уже приветствую всех, приветствую всех святых. Сегодня вечер, завершение 14-го Ниссана. Так, ну-ка, а, есть. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Так, так, стихиры, о, стихиры Пасхи. Ну, очень красивое песнопение православное, стихиры Пасхи, пасхальные стихиры. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Так, дамы и господа, наша Пасха Христос Иисус. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Вот, опубликовал я на, под видео на Ютубе. А сейчас попробуем здесь. А вот, Хак Песах Самех, Людмила, да, с вами не могу быть, готовимся к Пасхальному Седеру. Да, благоставляю ваш Пасхальный Седер, да. Мы и прошлую ночь проводили, и эту ночь. Вот, пусть Бог благоставит. Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя. Так, слава Богу, друзья, приветствую. С праздником, Елена, с праздником. Кто подключается на Фейсбуке, тоже приветствую всех. И на Ютубе, кто подключился уже, приветствую всех. Я понимаю, что они все могут быть от начала до конца. Многие готовятся сейчас, на самом деле, к Песару, к Седеру, к Седер Песах. Значит, к Пасхальному такому ужину. К Пасхальному ужину. У меня тоже все готово. У меня вот здесь вот есть плод виноградной лозы. Келых, такой кубок. Вот, маца. Ну, самое главное. У меня мацы есть много, я накупил здесь много мацы. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Так, жду подключающихся, а особенно сейчас свою семью жду сейчас. Супруга должна подключиться с детками, с внуками нашими, котами, всеми нашими. Вот, и хотя мы сейчас далеко друг от друга, так территориально, да, но Песах встречаем вместе, вот, благодаря Ютубу, благодаря, вот, значит, интернету. Привет всем с Киева, кто подключился сейчас к прямому эфиру. Шалом, Иван Левко, шалом, шалом, шалом на Ютубе, кто. Приветствую всех с Пасхой Господней, с Пасхой Божьей. И, хотя календарная Пасха по нашему православному календарю, она еще не скоро, вот, но это из-за антисемитизма, так вот, позже всегда, вот, в православной традиции совершается Пасха, к сожалению, увы. Но у нас, вот, как у реформаторов, мы, как ересь жидовствующих, будем так говорить, да, ну, ересь в таком хорошем смысле, в добром смысле слова, хотя многие употребляют это слово и в плохом смысле у нас, тоже, но, значит, но, как имена представителей ереси жидовствующих, как имена сионисты, христиане, да, реформаторы, обновленцы, вот, то, значит, конечно, празднуем в библейское, в библейское время. Ольга, да, приветствую, слава Богу, аллилуйя. Да, Ольга, пастр Ольга, я, значит, привет передаю Геннадию Макаровичу, вот, сразу от меня передаю привет, вот, и в воскресенье могу быть у вас как раз, вот, поздравить вас с Пасхой, я ж не написал даже, слушайте, о, ай-яй-яй, самым родным и близким я не написал, надо же, вот, ни Геннадию Макаровичу, ни вам не написал, ай-яй-яй, ни поздравления эти. Я сегодня такие общие поздравления разослал, вот, значит, в рассылке своей, вот, значит, но на Фейсбуке не сделал рассылку эту, к сожалению, поэтому, друзья мои, кто на Фейсбуке, я хочу извиниться, вот, не сделал такую рассылочку в этот раз, ну, тогда уже завтра, получается, сделаю эту рассылку поздравительную с праздником Пасхи, с праздником Песах. Вот, и очень хочу быть у моих друзей, пока я в Киеве здесь эти дни, вот, хочу поздравить тоже друзей, поэтому буду и у себя в церкви, вот, с утра как раз на молитве, вот, и хочу быть как раз у моих друзей тоже, и в церкви Филадельфия, и в других церквях. Так, здесь в Киеве, слава Богу, много церквей, много служений различных, много разных динаминаций, конфессий, Киев такой многоконфессиональный. Да, сейчас хотя в Киеве, вот в это время, где-то, уже сейчас, ну, будет такой, как бы, как назвать это, ой, писали-то, ну, встреча, диспут или дискуссия такая будет двух кандидатов президента Украины, представляете? Вот, значит, да, потому что мнения украинцев разделились, вот, и, как бы, эти два кандидата, они попали во второй тур, так что скоро второй тур будет, вот, значит, и так интересно, что именно на Пайсах, именно вот сегодняшним вечером, вот, вечер 14-го Ниссана и начало уже 15-го Ниссана, здесь, в Киеве, проходит, будет проходить, вот сейчас, через некоторые минуты начнется вот эта встреча уже, удивительно, такое интересное совпадение, я думаю, очень даже интересное, вот, но, кого бы не избрали бы граждане Украины, как поет Мачете, помните, да, такого исполнителя удивительного, он, кстати, с Кривого Рога, с Украины сам, вот, сейчас он служит и в Украине, и здесь, в Киеве бывает, значит, и, ну, и по всему лицу земли ездит, и в Израиле, конечно, вот, и выступает, и мне его песня очень нравится, «Наш президент Машиах», «Наш президент Машиах», «Аллилуйя», так что независимо от того, кого выберут, или уже бывалого, или зеленого президента, короче, я не знаю, но самое главное, «Наш президент Машиах», «Наш президент Машиах», «Владимир Зеленский», он по национальности еврей, кстати, да, на Порошенко, значит, да, значит, на Петра-то, он украинец, но на него все думали, что он еврей, а на Зеленского думают, что он украинец, а он на самом деле еврей, то есть, короче, интересно такая, мишанина такая, то есть, один украинец, про которого думают, что он еврей, а другой еврей, про которого думают, что он украинец, Там, Головородько, или как там его, вот, значит, по этому сериалу-то. Но, кто бы ни был избран, наш президент Машиах, наш президент Машиах, сам Христос сказал следующие слова, Машиах сказал, перед тем, как уйти ему, он сказал, да нам мне, говорит, вся власть на небе и на земле, да нам мне вся власть на небе и на земле. Итак, идите, говорит, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. То есть, он действительно, да, Галина, Хак-Песех-Самех, Аллилуйя, Аллилуйя, Хак-Песех-Самех и Шаббат-Шалом. Вот, пятнадцатое у нас наступает Ниссана и удивительное совпадение выпадает на Шаббат, на субботу. И получается и начало у нас Пасхи, да, ознаменовано Шаббатом и окончание, потому что дни опресночные у нас продолжатся всю неделю. Ну, до следующего Шаббата, получается, от Шаббата до Шаббата будем весело хрустеть мацой, товарищи, братья и сестры, дамы и господа, леди и джентльмены. Будем хрустеть мацой, будем наслаждаться общением в простоте, в простоте такой евангельской общением с Господом. Да, я одел такой талит, мессианский, еврейский талит. Да, поэтому, значит, всем привет, еще раз паки-паки, как говорится, снова и снова. Я вижу, кто подключился, кто не подключился. Надеюсь, мои уже подключились уже, мои уже приветствую. Коли так, а коли не так, то тогда уже в записи тогда уже придется. Но, надеюсь, уже подключились. Мне даже нечем проверить. Здесь, слушайте, нужен еще, короче, компьютер такой стационарный какой-то или ноутбук нужен. Слава Богу, за вот, дали попользоваться ноутбуком мне, вот, но он, к сожалению, часто зависает. Поэтому я не всегда читаю вовремя эти сообщения, в общем дело. Но, ничего, с телефона я вижу, по крайней мере, что появляются сообщения какие-то. Вот, и, друзья, сегодня у нас особенный день, особенный святой день. Вчера вечером, и, значит, встречали Пасху, да, мы, вчера вечером начинался день 14-го Ниссана. Поэтому мы уже заранее, как вот и Христос и сделал однажды, да, перед тем, как уйти Ему, он провел пасхальную эту встречу, обед этот, ужин пасхальный, провел чуть раньше, чем весь остальной Израиль. То есть, получается, я могу предполагать смело, что в начале 14-го Ниссана, получается, вечером 13-го Ниссана они собрались. Вот, как мы вчера и сделали, да, значит, кто подключался к эфиру. Вот, а также сегодня, да, значит, сегодня весь Израиль, все боящиеся Бога с разных народов, сегодня проводят Песах Седар, такой ужин, пасхальный ужин, вот, потому что мы вспоминаем наше избавление. Сегодня мы вспоминаем наше великое спасение, великое избавление, произошедшее 3331 год тому назад. Всю самую ночь Бог вывел нас из земли египетской, из дома рабства, евреев, неевреев, людей разных национальностей и культур, всех, кто уверовал в великого Бога Израилева, Бог вывел из Египта, Бог вывел, в том числе и египтян, вывел из Египта. Потому что Египет, это, Митцарим, это буквально, ну, для нас ассоциация, как царство тьмы. А фараон, царь ихний, это как прообраз антихриста, это как один из антихристов в мировой истории. Ну, можно вспомнить там номер один антихриста вообще в Библии, которая там описывается, да, немного, чуть-чуть совсем, вот, значит, книги Батиета. Немрода мы можем вспомнить, значит, не к Пасхе будет вспомнено, не воспомянуто. Хотя на Пасху мы же не только воспоминаем хорошие, да, значит, но и много плохого. Мы не только вспоминаем великий исход, мы вспоминаем и казни египетские. Мы не только вспоминаем радость и слезы радости освобождения, но мы вспоминаем и слезы горести, и печали, и траур по всей земле египетской, да, произошедшей. Вот, да и потом, сколько было чудес. Сегодняшним вечером я хочу, чтобы мы вспомнили с вами вместе, друзья, наш исход. Вот, наш исход. Потому что независимо от того, какой-то национальности, культуры, независимо от того, какой-то религии, традиции, конфессии, деноминации, если для тебя Библия это Божье слово именно, то тогда, читая о великом исходе, ты читаешь не о чужих для тебя людях, не о событиях давно минувших дней, которые к тебе как бы не имеют отношения никакого, нет, нет. Ты читаешь о событиях, которые имеют к тебе лично отношение. И то, что написано, написано в назидание, в наставлении лично тебе, лично мне, каждому из нас. Да, независимо от нашей национальности, культуры. Некоторые считают, что Пасх это чисто еврейский праздник. Вот, а христианство, как вот дочернее предприятие иудаизма, да, вот распространило вот эту еврейскую весть, как бы, и празднество по всему лицу земли. Есть такие мнения, сейчас они распространяются тоже, вот, и насчет дочернее предприятие иудаизма, Пинхас Полонский об этом, как раз в лекции, вот, недавнешней своей, как раз сказал, вновь напомнил вот эту мысль, я прослушал его лекцию. Вот, спасибо Пинхасу, но при всем уважении к нему и при всем уважении к братьям нашим иудеям, еще не уверовавшим в Машеха и Иешуа, это, скажу так, лишь полуправда. Вся правда в том, что мы все дочернее предприятия всемогущего Бога Святого, потому что Он автор всего на этой земле, Он законодатель, Он творец, Он автор Великого Исхода. И Пасха, как и вообще вера, это Его дар, Божий дар истрадавшемуся человечеству. И Божий план вообще спасти всех в Новом Завете, это очень четко подчеркивается, это и в Старом Завете тоже говорится, так вот, ну, больше намеками говорится, знаете ли, хотя иногда и прямо. Но в Новом Завете это настолько выпукло, настолько четко сказано, что просто диву даешься. Там сказано в Новом Завете, помните, к Тимофею послание, что первое послание его, Павла Апостола, я имею в виду, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. А дальше говорится в пятом стихе там, ибо един Бог, это вторая глава первого послания к Тимофею, я имею в виду, ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками. Человек, Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. Для искупления всех. Дамы и господа, братья и сестры, удивительно. И поэтому даже тот великий исход, произошедший 3331 год назад, который мы вспоминаем сегодня, вот этим вечером и ночью, ночью бдения, молитвы. Вот, значит, поэтому я благодарю Бога за эту всеношную. У нас в православии название есть всеношное, но это почти никогда не означает буквально именно всю ночь бдения. Ну, может, на Пасху, по традиции, взятой с иудаизма, в православии тоже есть пасхальная ночь бдения, когда ночью проходит служение. Вот, тоже с позднего вечера и до раннего утра, обычно уже с самого же, на Зорьке уже заканчивается служение. Вот, значит, хотя если там большое соборное служение, литургия большая, там архиерейская служба, там тем более патриаршая служба. Вот, я думаю, в Киеве здесь будет, ну, шикарная служба, вот, в Михайловском Золотоверхом монастыре. Я, значит, намереваюсь эту Пасху как раз посетить служение в Михайловском Золотоверхом монастыре. Хочу успеть также побывать под конец хотя бы в Владимирском соборе, вот, значит, туда прогуляться как раз по ночному Киеву. Вот, значит, с пением Христос воскрес из мертвых, слава Богу. Так что, да, я, значит, намеревался уехать пораньше из Киева, но вот так сложились обстоятельства, что я буду еще здесь всю Пасху, получается, буду здесь до субботы, до шаббата и воскресенье буду здесь еще. То есть до конца апреля я в Киеве, поэтому киевляне, буду рад общению, вот, буду рад Филадельфии, церкви, привет огромный, пастор Ольга, всем-всем-всем святым привет огромный, Геннадий Макарович огромный привет, всем братьям и сестрам огромный привет, слава Богу. Вот, и, значит, поэтому у нас-то с 9 утра там служение, поэтому я после ночных этих служений в Михайловском монастыре и Владимирском соборе, я как раз к утру, я буду уже у нас там на Кловской в церкви, к 9 утра и буду там уже. Поэтому приглашаю всех на служение, после завершения библейской Пасхи наступает время православной Пасхи, значит, ну, лучше поздно, чем никогда, конечно, да, из-за антисемитизма, я повторяю, из-за некоторых проблем таких, огромных исторических, да, грехов церковных, вот, празднование Пасхи в православии до сих пор, вот оно позже библейского времени. Вот, хотя я убежден, что вскоре это должно быть исправлено, вскоре, я не знаю, насколько это скоро будет, но вскоре оно должно быть действительно исправлено, вот, по крайней мере, мы молимся сейчас за Вселенский собор, значит, в 30-м году, который замыслили, о котором молимся сейчас в 30-м году. В 33-м году у нас столетие православного обновленческого движения будет праздноваться, а в 30-м году собор, посвященный двухтысячелетию христианской эры, христианства, двухтысячелетию пасхальной эры. Эра пасхальная, потому что наш президент Машиах, наш президент сам Христос, он царь царей, он Господь господствующих, он Бог богов, слава Господу. Вот, и поэтому, да, друзья, приветствую всех, да, еще кто подключился, да, вот, я не вижу пока, чтобы мои подключились, к сожалению, вот, ну, ладно, еще немного подожду, вот, но даже уже, в общем-то, я буду продолжать, братья и сестры. И помолимся Господу, сегодня ночью мы читаем книгу «Исход», конечно, перечитываем, рассказываем друг другу, делимся о Пасхе, о Великом Исходе, о том исходе, который произошел 3331 год тому назад. У нас, поэтому даже исчисление месяцев и лет идет от того времени, ну, по просьбе самого Всевышнего Бога, ну, уж, куда уж выше, знаете ли, если уж сам, сам величественный инициал, да, попросил, значит, то кто ж мы такие, если не исполним этого. Это просьба замечательная, начало исчисления месяцев, да, да и лет мы ведем как раз с этого времени, времени исхода. В 19-м разделе, да, главе книги «Исход», там как раз и говорится о том, что месяц сей, да будет начало месяцев года у вас. Аллилуйя. Вот, и поэтому у нас есть старое, еще, ну, которое было до того еще исчисление, от Адама, который идет еще, от сотворения мира мы говорим, от Адама. Библейски это очень легко проверяется, родословия все есть, указаны в писаниях. От Адама на дворе 5779 год с половиной уже. Вот, от нашего исхода, первый месяц, не месяц, не сам месяц, а вив, 3331 года. Но, друзья, самое главное для нас, новозаветных верующих, это исход, который продолжается вот уже почти два тысячелетия. Потому что, говоря об исходе том древнем, сегодня ночью, сегодня вечером, да, мы говорим об этом. И будем говорить об этом, рассуждать, будем думать об этом, молиться будем. Бога благодарить за великий исход. Я Господу очень благодарен, Господу, за великий исход. Он потряс царство тьмы. Его геополитика, она впечатляет просто вообще. Он политик всех политиков. Поэтому, сегодняшние, даже здесь, в Киеве, дебаты, вот эти дискуссии, вот эти общения кандидатов в президенты, Боже, благослови. Потому что сердца людские все, и великих, и малых людей, и богатых, и бедных, и влиятельных, и никак не влиятельных, все в руках всемогущего Творца. Да, какие-то сердца ожесточены, ожесточаются, как сердце фараонова, помните, и рабов его. И большинство его подданных были в условиях самодержавия, в условиях, когда вертикаль власти выстроена, то очень многое в обществе зависит от лидера, от руководителя государства. В царстве фараона, 3331 год назад, было именно так. Была ярко выраженная самодержавная власть. То есть, царь всегда прав. Фараон, да, всегда прав. Вот, а пункт второй, да, если фараон не прав, то смотри пункт первый. Одним словом, он всегда по-любому прав. Вот, и поэтому он и бог, и царь, и генеральный секретарь, и что хочешь вообще, знаете ли. И мы знаем, что в таком политическом устройстве все фактически в обществе завязано на личности лидера, диктатора, президента, императора, неважно, как его зовут, фараона. Вот, во времена Великого Исхода сердце фараонова, оно ожесточалось. И потому большинство его подданных, они даже сами того не понимая, есть духовная связь такая определенная, духовная, знаете ли, очень сильное влияние на общество. В Библии оно подчеркивается многожды, много. У меня ночи не хватит, чтобы из Библии все перечислять. Книги царств надо все перечитывать нам, друзья. Книги про Липоменон. Чтобы, и многие другие тоже, места из Писания других книг, пророческих, больших и малых пророков. Чтобы уразуметь, что в условиях самодержавия духовная зависимость есть, созависимость. Так или иначе, большинство граждан страны, народа, от лидера нации, от отца нации, от того, кто наше все, как говорится. Фараон был наше все тогда в Египте. И для евреев тоже, в общем-то, какое-то время. Но слава Богу, что стал Бог наше все, а не фараон. И в условиях того самодержавия, ярко выраженной вертикали власти, выстроенной, ожесточение сердца фараонова, оно неизбежно аукалось, так или иначе, на всем народе, на всех подданных, как на детях. Знаете ли, это как влияние отца и детей, да? Вот, родители и дети, и родители, отцы и дети, как говорится. И он, как отец нации, ожесточал свое сердце. И потому большинство его подданных, даже, может быть, не до конца понимая, что происходит, но ожесточались их сердца. Шалом, хак-пейсах-самеях, Рувим пишет, да, на ютубе. Хак-пейсах-самеях и шаббат шалом, аллилуйя. У нас сегодня двойное празднество, Пасха и наступает шаббат. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, спасибо за все. Благословен ты, Царь Вселенной, аллилуйя. Да, друзья, и сердца фараоновых подданных, они тоже ожесточались. Вот, к сожалению, этого влияния не избежали и многие евреи. Рувим да пишет, бад шалом. Вот, и потому что, вот я повторяю то, что говорил еще утром, сегодня, вчера вечером, что согласно древнему еврейскому преданию, идущему еще с тех незапамятных времен, которые на сегодняшний день уже не просто предание, а уже исторический факт, благодаря археологии, благодаря открытиям археологов в 19-м и в 20-м столетиях произошедшем. Так вот, треть, в этом предании сказано, что треть всех евреев, потомков Иакова, отпала неверием. То есть, природные ветви отпали неверием. К сожалению, к великому сожалению, тоже сердца были ожесточены по разным причинам. Но здесь не без влияния, конечно, вот, вот, этого демонического такого влияния, знаете ли. Ожесточение произошло и в Израиле, к сожалению. Но, это же предание говорит нам о другом чуде. Вот, еще не просто отпадение произошло, а еще и чудо произошло таки. И, за место отпадших неверием природных ветвей, Бог привил верою с разных народов, проживавших в Египте, множество иноплеменников, дикие ветви. Совершился великий геюр, удивительная история, удивительнейшая история. Спасибо тебе, Господь. И эти примитые ветви, они прижились, и они тоже стали частью новой общественной формации, которой никогда раньше не было в истории. Это то, ради чего жил Авраам, Исаак, Яков, ради чего, ну, все это происходило вообще во время исхода. Это создание новой общественной формации. Это создание нового народа, под властью Бога, из разных народов, потомков Якова и иноплеменников. Всех уверовавших в Бога Израилева, Бога Авраамова, Исаакова и Яковлева, великого Создателя нашего, Иегова, имя Его, Баруха Шем, благостовенно имя Его. И, друзья мои, братья и сестры, это народ под властью Бога, новая общественная формация. Это удивительная история, друзья. И, перечитывая Библию, восхищаешься вот этим удивительнейшим разумным замыслом Творца. Для чего Бог создал тогда, по сути, родил народ, нацию? Для чего? Зачем все это было? Зачем, ну, для чего жил Авраам, Исаак, Яков? Для чего были годы рабства и для чего был Великий Исход, чтобы родить новую общественную формацию? Для создания Израиля. И все это ради спасения всего истрадавшегося человечества. И все это ради спасения нашего. Ради спасения всех народов нашей истрадавшейся планеты. Если и говорить о всемирном еврейском заговоре, вот, говорят Великий Заговор еврейский туда-сюда, я тоже слушал и где-то верил раньше, будучи традиционным православным русским священником, русской православной церкви, я имею в виду московского патриархата. Вот, так вот, и я думаю, надо же, вот, какой ужасный, кошмарный заговор есть на свете. Значит, потому что распространялись тогда в начале 90-х всякие вот эти похрамы нашим православным и протоколы сионских мудрецов, там и прочие антисемитские пасквили, дух антихриста, будем так говорить, действовал очень сильно в русской православной церкви вот тогда в начале 90-х. Это просто, ну, уму непостижимо, как сильно. Вот эти фашистские идеи, которые ныне вылились в этой гибридной войне последних лет с Украиной и, в общем-то, во многих других вещах. И войне информационно сейчас против Израиля. Так вот, и в 96-м году, когда я вышел из этой религиозно-мафиозно-коррумпированной структуры, то я действительно осознал, что если и есть всемирный еврейский заговор, то во главе этого заговора никто иной, как сам Господь, Бог, всемогущий, всесильный. Аминь. Александр, пишет Николаевич, да, приветствую вас. Причастие в канонической православной церкви это причащение крови и плоти Иисуса Христа или нечто другое? Трудно сказать. Значит, все зависит от того, кто причащается и как причащается. Вообще, независимо от конфессии, Александра Николаевича, независимо от конфессии, динаминации, причастия, будь это у баптистов, у православных, у католиков, у любых-любых. Так, независимо от того, какая конфессия, мессианских евреев там, это тело и кровь Иисуса Христа. То, что совершилось 2000 лет назад, мы уже на протяжении 2000 лет все это совершаем. Поэтому независимо от того, в какой вы конфессии приходите к чаше, верьте, что кровь Иисуса Христа была пролита лично за вас. И тело Христа было ломимо лично за вас. Здесь независимо, каноническая церковь православная, или вот как наша такая неканоническая православная церковь, реформаторская, такая обновленческая. Независимо от того, там православная, протестантская, католическая, или просто там какая-то, не знаю, местечковая такая вот, неконфессиональная, сейчас такое движение, особенно в США популярно, неконфессиональные церкви. Вот, значит, я последний раз, когда был у Александра Шевченко в Сакраменто, в Калифорнии, как раз он мне говорил такую вещь интересную, что, по его мнению, вот, большая часть вот церквей, которых он знает, они избирают путь такой именно неконфессионального служения. Потому что, допустим, ну, по сути, по сути, в православии мы становимся православными, допустим, да, значит, воцерковляясь. Вот, в католицизме католиками, в протестантизме протестантами, но, по сути, христианами мы становимся не от православия, не от католицизма, не от протестантизма, а только от Иисуса Христа. Поэтому тело и кровь Иисуса Христа это мы с вами, друзья, это верующие. Но там вы говорили, что чаша стоит над умершими мощами. Не, ну если для вас это препятствие, то, конечно, туда не ходите, вот зачем вам это нужно. Вот, значит, но я имею в виду, что независимо от того, какие там проблемы вероучительные, конфессиональные, оккультные проблемы, в христианстве оккультизма полно. И в протестантизме, и, значит, я уже больше 20 лет изучаю протестантизм, вот, и я вижу, что тараканов у протестантов не меньше, чем у нас православных, знаете ли. Вот, значит, и у нас православных полно оккультизма, и у католиков полно оккультизма. Вот, в любой религии, в иудаизме полно оккультизма. Вот, но наши взоры сегодня должны быть не на оккультизм этот, не на вот эти вот всевозможные эти вот оккультные вещи, а на Иисуса Христа, Избавителя, для всех нас. Поэтому, Александр Николаевич, я вам искренне желаю добра, и прошу вас, взирайте на Христа, взирайте на Иисуса Христа, не на оккультные вещи эти, взирайте на Иисуса Христа. Если вы это понимаете уже, значит, то преломляйте хлеб, сегодня, кстати, преломляйте хлеб вместе с нами, без всяких мощей, кощей, мощей, зачем вам это нужно. Преломляйте хлеб в простоте со своей женой, со своими детьми, внуками, там, или, если вы старший уже человек, вот, с родителями, там, если они у вас живы, то есть, то есть, в кругу семьи совершайте хлебопреломление, причастие Евхаристию, вот, значит, это будет как раз канонично, канонично, вот, и, значит, потому что в каком бы собрании мы не принимали причастие, вот как сегодня, допустим, да, вот здесь, вот, пасхальным седором, вот, самое основное, самое основное, это тело и кровь Христа, пролитое лично за меня, что Иисус Христос лично мой Спаситель, лично мой Господь, вот это скажите обязательно, скажите так вот, Александр Николаевич, прямо сейчас повторите, скажите, Иисус Христос, Ты мой Господь, лично мой Ты Спаситель, Ты мой Освободитель, Ты мой Целитель, живи во мне, и пусть мощи оживут эти, во имя Иисуса Христа, аминь, потому что мертвое Бог оживляет, оживотворяет, вот, если человек мертв, если человек, он не знает Бога, он как мощи эти, мертвый, но когда, знаете ли, все эти немощи, мощи оживают, когда Иисус Христос приходит в жизнь человека, слава Богу, вот, слава Богу, Александр Николаевич согласился, аминь написал, слава Богу, так что да, и на Фейсбуке тоже, приветствую друзей, церковной реформации, и умоляю вас, взирайте на Христа, взирайте на Иисуса, потому что и в любой конфессии полно своих конфессиональных тараканов, вот, и заморочек, там, и забубонов, как в Украине говорят, там, значит, выход для всех нас один, это сам Иисус Христос, Иисус Господь, есть одна только истинная конфессия, и истинная деноминация, истинная религия, истинная традиция, это сам Иисус Христос, я в Кривом Роге был, вот, не так давно, в Доме Хлеба, да, и, значит, я это подчеркивал как раз, что я говорю, христианство подразумеваю Иисус, я говорю Иисус, подразумеваю христианство, для меня, мое христианство это Иисус Христос, все, мое христианство это не мессианство, это не мессианское движение, это не православие, это не протестантизм, не католицизм, нет, нет, упаси Господь, мое христианство это сам Иисус Христос, моя вера, моя религия, моя традиция, это сам Иисус Христос, вот, и я исповедую, Исповедую, и к этому призываю всех верующих, исповедовать веру апостольскую, веру христианскую, ту веру, которую 2000 лет назад наши братья старше исповедовали, которая записана, это символ веры апостольской, записан в книге Деяний Апостольских, записана, ну, это книга Деяний, вообще-то, Духа Святаго, но Деяний Апостольских также. Вот, и там сказано в этом символе веры следующее, что нет ни в ком другом спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Вот сия вера апостольская, сия вера христианская, сия вера вселенную утверди. Аллилуйя. Слава Богу. Так что, дамы и господа, братья и сестры, пасхальный седр мы можем по-разному проводить, пасхальный ужин, сегодня Пасха, да, сегодня, но уже завершается первый день, завершается 14-й Несана, хотя в традиционном иудаизме, значит, принято вот с сегодняшней ночи уже Пасху праздновать, вот, а 14-й Несана как день приготовления проводить, но по более древней традиции и школе Шамая, именно вот первый день, это 14-й Несана, собственно, поэтому уже завершается первый день Пасхи, вот, значит, и первый седр мы проводили, как в школе Шамая, и как и сея проводили, и как Иисус провел последний свой пасхальный седр пораньше, получается, на день раньше, вот, как раз, получается, вчера, прошлой ночью мы проводили как раз, вот, и, так что, дамы и господа, вот, но в современном иудаизме много тоже своего, таких забубонов, как и в христианстве, как в любой религии, в общем-то, свои религиозные тараканы, допустим, чтение Тары, Божьего Слова, да, в Пятикнижии Моисеева, раньше, вот, времена Второго Храма, в частности, было поделено на главы, также, на главы чтения, чтения из Тары, и было время расписано чтения, чтений всех на три с половиной года, ровно на три с половиной года, и через три с половиной года повторялось снова круг чтений. Точно никто не знал, почему, были догадки, обычно мудрецы говорили так, придет в Маширах, все расскажет, потому что мы точно не знаем. Это все еще шло с самых этих древних, чуть ли не Моисеевых времен, на три с половиной года было чтение из Тары. Но, когда вышел Маширах на служение свое, то он, как раз эти три с половиной года, как Слово, будучи Словом Божьим, он провел в служении. Именно чтение из Тары полностью, это стало служением Машираха, земным служением Машираха. И уже в раннем средневековье, когда иудаизм отпал, к сожалению, традиционной неверием, природные ветви отпали неверием, и многие еврейские мудрецы, к сожалению, не приняв истинного Машираха, приняли лже Машираха, приняли антихриста того самого Барковбута и пустились во все тяжкие. И в том числе много что было переделано в иудаизме, очень много чего. Последняя чаша, допустим, пятая чаша, она была названа не чашей Машираха, а была названа чашей Ильи Пророка. То есть чуть немного сместили акценты. Или, допустим, чтение из Тары, поделенное на 3,5 года, которые указывали на земное время служения. Многие даже не понимают, почему Иисус служил именно 3,5 года. Он мог бы 4 года послужить, мог бы 5 лет послужить, почему бы нет? Почему вы не обращали внимания раньше на это, друзья? Почему не 3 года, не 2,5 года, не год? Почему именно 3,5 года? Ответ лежит на поверхности. Если вы знаете немного Талмуд, если знаете немного еврейскую традицию, то ответ лежит тогда на поверхности. Но этот ответ, он очень коробит многих традиционных, еще не уверовавших братьев наших, к сожалению. И чтение из Тары было в средние века, ранее в средневековье, переделано на годичный цикл. Годичный цикл. Это, конечно, и проще в чем-то, безусловно. Но это было сделано еще назло их христианам. Христиане много чего сделали назло евреям в то время, а евреи делали назло христианам. Это раскол, вражда. В разводе нет счастливой стороны, братья и сестры, поймите. Когда развод происходит, допустим, упаси Господь, но такие ситуации очень часто бывают. И на моей памяти очень много даже верующих, к сожалению, пережило разводы. Так вот, когда разводятся люди, то нет одной счастливой стороны, другой несчастной стороны. Не бывает такого, чтобы один был очень счастлив, а другой очень несчастлив. Нет, на самом деле, это как кто-то на фейсбуке здесь у меня на странице, в ленте как раз опубликовал. Значит, какая-то пришла женщина к доктору и говорит, доктор, вот я развелась и пополнила сильно. Уже год как развелась и за этот год сильно пополнила. Что вы посоветует себе? И доктор посоветовал ей, прекратите праздновать вашу победу, ваш развод. Но на самом деле, не празднование, на самом деле при разводе все страдают. И он, и она. И при разводе христианства иудаизма, произошедшего еще со 2-го, 3-го столетия и дальше, особенно в 4-м веке, это было просто, ну, как говорится, развод и дети в форточку. Просто это было, прошла любовь, завяли помидоры. А, как говорится, да, значит, грубо говоря. А в 5-м, особенно в 6-м столетии, это стало вообще просто безумием. А на 7-м соборе вселенском, на 6-м, извините, вселенском соборе, это было даже в 7-м веке, это было даже закреплено, даже, ну, документально, юридически, со стороны христианства, по крайней мере. Вот, значит, это разделение. Но, дамы и господа, братья и сестры, при разводе страдают обе стороны. Но особенно страдают дети развода. Вот, и мы, как дети развода того великого, да, значит, к сожалению, несем в себе вольные или невольные эти страдания. Осознанно или неосознанно. И евреи, и иудеи, и христиане. Христиане много что сделали назло евреям, евреи много что сделали назло христианам. А получилось, что мы сделали друг друга назло, а на самом деле сделали назло друг другу, самим себе. Самим себе. Вот, и, но я верю, что, вот, как на протяжении последних столетий происходит процесс, вот, реформации, как в христианстве, так и в иудаизме. И на протяжении последних, вот, этих 70 лет, 71 уже года, да, фактически, да, с момента возрождения еврейского государства в духовном мире что-то такое произошло, что уму непостижимо человеческому и даже ангельскому. Вот, произошло, прошел процесс вот таких изменений, удивительнейших, радикальных изменений и в иудаизме, и в христианстве. Вот, и начался процесс сближения, невероятный процесс сближения. Мессианское пробуждение, огромное, которое есть знамение этого времени. Так что, дамы и господа, мы живем на самом деле в уникальнейшее время. И Дух и Невеста говорят, гряди, Господи Иисусе, возвращайся. Аминь. Аллилуйя. Кстати, вот еще перечитываю тоже здесь об исходе. Знаете, друзья, дело в том, что, говоря о великом исходе, том древнем, Говоря о великом исходе, произошедшем 3331 год назад, сегодня я хочу говорить и об великом исходе, начавшемся почти 2000 лет назад при Иисусе, и продолжающемся по сей день, а также, а также, о великом исходе предстоящем. Аллилуйя. Несколько мест Писания здесь вот выделено. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 15-17 стихи. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем. И вот первое послание Коринфянам, также, 15 глава, 51-52 стихи. Песах Самея, Аллена. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Приветствую всех, кто подключился, подключается на Фейсбуке, вижу, люди подключаются тоже. Трансляция моя идет на Ютубе. На Ютубе, друзья с Фейсбука, кто не подписался еще на мой канал Ютуба, пожалуйста, не поленитесь, зайдите. Значит, архиепископ Сергей Жовлев, мой канал, легко найти. Вот, значит, там уже много подписчиков, слава Богу. Подписывайтесь и делитесь с вашими друзьями, обязательно. Слава Богу. Так, 1 Коринфянам, 15, 51. Легко запомнить, да, 15, 51. Говорю вам тайну, что не все мы умрем, но все изменимся вдруг, в мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мертвый во Христе, и мертвый воскреснут нетленными, а мы изменимся. Вот, и еще местописание из книги Откровений. Апокалипсис Иоанна Богослова, да, 10 глава, 7 стих написано. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовестовал рабам своим пророкам». Аллилуйя. То есть, сегодня я хочу также говорить не только о исходе прошлом, но и о исходе настоящем, сегодняшнем, сечашнем, потому что Машиах с нами во все дни до скончания века, как он и говорил это, Иешуа, Иисус Христос. Вот, но и об исходе грядущем, великом исходе. Так, ну это, конечно, написано «тайна Божия», вот в Откровении, 10 главе, 7 стих написано «тайна Божия». То есть, это, она до сих пор тайна, до сих пор, но, знаете ли, все это таинственное, оно привлекательно. Хочется все-таки тоже об этом поразмышлять немного. Вот, пусть Бог благоставит сегодня всех вас, дорогие друзья. Вот, приветствую сейчас свою семью, приветствую, потому что сегодняшнюю ночь я тоже молюсь за нас. Нашу семью молюсь за свою супругу. К сожалению, мы Пасху эту встречаем в Рось. Я в Украине, супруга и дети, и внуки, и коты наши все в России. Вот, но для Слова Божьего нет препятствий никаких, благодаря, слава тебе, Господи, интернету, благодаря вот таким возможностям сейчас техническим. Не только молитвенно мы можем быть близко, рядом друг с другом, да, но и вот технически тоже таким образом можем быть, видеть друг друга, слышать друг друга. Слава Богу! Мы в удивительное время живем, дамы и господа, в удивительнейшее время, когда, как говорится, космические корабли бороздят просторы Вселенной. И когда исполняются самые удивительные, самые просто невероятные порочества Библии вообще. Мы живем в то время, когда Израиль возрожден как государство и возрождается, продолжается. Это процесс, начавшийся 71 год назад. Кстати, в этом году, но я не смогу быть в Киеве уже, хотя посмотрим. Короче, ну ладно. Молитесь, друзья, молитесь, об устройстве просто молитесь. Потому что сейчас, к сожалению, вот, а, шаббат, шалом, Сережа, аллилуйя, Иночка. Приветствую, приветствую свою супругу, приветствую детишек наших всех, внуков наших, котов наших. Всех приветствую. Надеюсь, все уже у экрана собрались там, да? Если нет еще, все собирайтесь, давайте сейчас возле экрана, собирайтесь вместе. Вот, и хочу благословить вас, потому что, ну, всю ночь я не знаю, кто будет, не будет. Вот, значит, но, значит, на молитве имею в виду, да, значит, такой. Но, по крайней мере, благословение спою. Прямо сейчас, слушайте, спою благословение, а потом продолжим, хорошо? Вот, и это будет, как бы, одна часть. Вот, и благословение священников, которое я хочу спеть, это благословение Ааронова, благословение, да, священников, которые Бог тоже во время Исхода, опять-таки, во время Великого Исхода. Да, в числах об этом рассказывается, в шестой главе, там, в конце самом шестой главы. Что Бог Всевышний дал эти слова благословения Моисею. Вот, тот передал Аарону и его сыновьям, чтобы этими словами благоставляли сынов Израиля. И Бог говорит, и я благоставлю их. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Сейчас я спою благословение.